Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как складывается ситуация с обнаружением и ликвидацией несанкционированных свалок? Что нужно, чтобы поймать нарушителей? И какие санкции им грозят? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии, руководитель управления охраной окружающей среды Андрей Христов и Николай Горелов, начальник отдела экологического надзора Департамента городского хозяйства и экологии. Здравствуйте, Андрей Сергеевич, Николай Владимирович. Как бы вы сегодня охарактеризовали вот эту ситуацию, которая складывается с несанкционированными свалками именно в черте города, как она меняется? Улучшается, можно это сказать, или нет? Или свалок становится все больше и больше? Да, начнем, наверное, все-таки с хорошего. Ситуация в данном направлении, скажем так, нормализуется, хотя до конца еще не решена. Если в 2010-2011 годах средства на ликвидацию свалок были предусмотрены за счет городского бюджета, и их ликвидировалось порядка 300-400 свалок, то сейчас у нас, по данным нашего мониторинга и по данным, которые приходят от районов, количество свалок этих уменьшилось до 150-130. И вот буквально данные последнего мониторинга, на начало июня месяца количество этих свалок порядка 120 единиц. Всего в городе зафиксировано? Зафиксировано, соответственно, да. То есть есть определенная тенденция к улучшению, есть повод для оптимизма, но проблема эта существует, существует на протяжении ряда лет, и она актуальна не только для нашего города, к сожалению. Николай Владимирович, а как ведется борьба, не побоюсь этого слова, со свалками? Вот что вы предпринимаете, что в ваших силах? И какой механизм? На сегодняшний день борьба с несанкционированными свалками на территории городского округа Самары ведется по нескольким направлениям, силами управления охраной окружающей среды. Прежде всего, это проведение рейдовых мероприятий путем визуального осмотра наших сотрудников территории внутригородских районов на предмет выявления новых очагов складирования отходов на данных территориях. Это же, конечно же, тесная взаимодействие с администрацией внутригородских районов городского округа Самары, с которыми мы находимся на постоянной связи по данному вопросу. Это же, конечно, взаимодействие с правоохранительным органами на предмет получения первичных сведений, первичной информации в отношении каких-то транспортных следствий, либо лиц юридических, либо физических, которые тем или иным образом причастны к совершению административного правонарушения. И, конечно же, это взаимодействие с жителями нашего города, которым, конечно, большое громадное спасибо за поддержку и содействие в проведении, конечно, вот такой работы, и, конечно же, различного рода общественных организаций, с которыми мы взаимодействуем. Вот если остановиться на жителях, как наиболее такой массовой аудитории, что нужно сделать, чтобы донести до вас информацию правильно? Сфотографировать, написать, самому обезоружить нарушителей или нет? Потому что как-то вот нужны знания, чтобы действовать правильно. Ну, на сегодняшний момент наше взаимодействие с жителями, оно как бы предусматривает обмен любой информацией, которая они располагают. Это, прежде всего, и по горячей линии, по фактам сброса, да, можно, конечно, нам и позвонить, и направить на электронный адрес какие-то сведения, да. Мы, конечно, очень благодарны за эту работу нашим жителям, но для нас, конечно, для более эффективной противодействия такого рода правонарушениям, необходимы, конечно же, информации и сведения задокументированного факта, то есть, я имею в виду фото, видео факта сброса, захоронения отходов на какой-либо территории, не предназначенной для этого. Вот, конечно же, мы понимаем то, что возможности у наших граждан у всех разные, да, но в ряде случаев мы такую информацию получаем, и мы за это очень благодарны. Ну, фиксировать, попытаться все-таки можно, сфотографировать, обозначить территорию, да, вот именно это место. Конечно, дополнительно у каждого сейчас у гражданина и жителя городского округа Самары имеется телефон. Соответственно, телефон даже простейшей марки имеет функцию, да, и фотографирование, соответственно, и видеофиксация. А у департамента есть свой сайт, да, где вот можно куда-то отправить, и телефоны там? Сайт есть, и вы можете зайти на наш сайт, и информацию направить, и по телефону обменяться. Опять же, телефоны размещены на сайте, и у нас есть телефон диспетчерской службы, куда можно эту информацию дать. Вот почему возникает такая проблема, вот если проанализировать, что появляются несанкционированные свалки? Ведь есть же официальные полигоны, да, на которые можно привезти. Вот в чем проблема? Почему туда не везут? У нас действительно есть полигоны, которые расположены за чертой города, их четыре, которые принимают отходы от населения, как бытовые коммунальные отходы, так и промышленные отходы. Но здесь, почему такая проблема существует, несанкционированные свалки отходов, на мой взгляд, два направления. Первое, это, скажем так, недобросовестные предприниматели, которые экономят средства на транспортировку отходов на централизованные места, на полигон. И второе, это недостаточное воспитание. То есть, мониторим ситуацию, мы видим, что порядка 80% это строительные промышленные отходы, в основе строительные отходы, в том числе грунт. И процентов 20, порядка 20% это есть такие случаи, что бытовые отходы не доносятся до контейнерных бункерных площадок, размещаются во врагах, на территории приближенных к лесным участкам, на территории садово-дачных массивов. Ну и есть проблемы с гаражно-острительным кооперативом. А чтобы вот это все предотвратить, Николай Владимирович, что в ваших силах, как вы можете на законном основании действовать, какие меры предпринимаются к нарушителям? Ну, во-первых, к нарушителям меры воздействия предусмотрены КООПом Российской Федерации, да, это статья 8.2 за инициационированное обращение с отходами. Вам нужно с кем-то сотрудничать. Вы сами же не можете вот арестовать, ну не то что арестовать, а там задержать вот это все. Доказательная база. Вот какой механизм вашей работы? Вот интересно это понять. Ну, механизм нашей работы, он заключается в отложении как раз механизма фиксации административных правонарушений. Если мы успешно, грубо говоря, размещаемся на местности, размещаем, используем свои технические средства, которые у нас есть в наличии, с целью фиксации того или иного факта, да, то тогда у нас, соответственно, и имеется определенная доказательная база, которую в дальнейшем мы можем использовать при реализации какого-то административного дела. Вот, конечно же, есть определенные сложности и трудности, и мы сейчас вот с руководством управления и с руководством департамента над этим, конечно, работаем. То есть у нас пошли по пути переоснащения управления охраной окружающей среды более такими, так скажем, совершенными техническими средствами. Это видеокамеры? Это и различного рода видеокамеры, да, и фотоаппараты, да, так скажем, из числа бытовых, которые сейчас серьезно расширяют наши технические возможности, да, способствуя тем самым более эффективным, так скажем, реализациям вот наших планов в области фиксации административных правонарушений. А много новых камер появляется, или это все-таки такие материальные затраты, которые, может, себя и не окупят? Потому что вот понаставил камер, увидели, вот нарушителей тоже видят, и скажут, и мы здесь вот не будем, чуть дальше проедем, свалим, и нас уже не зафиксируют. Здесь два вида, скажем так, которые внедряются в видеонаблюдение. Это стационарные камеры, где мы можем, зная то место, где потенциально есть нарушение, разместить и запитать, соответственно, ее. И есть у нас средства, мы их закупили, эти камеры, видеокамеры. Я не буду сейчас озвучивать количество. Ну, я так понимаю, что, скажем так, их десятки, они мобильные, это станции, их десятки. Аналогия здоровья с нашей стрессой. Не побоюсь сказать этого количества, которые мы можем установить на кратковременный промежуток времени. То есть уехал наш инспектор, допустим, с утра установил их на сутки-двое, позволяет аккумуляторные батареи их работу в таком режиме соблюдать. И после чего, по истечению этого времени, мы эти камеры осматриваем и прослеживаем, как прошел день. Да, вот это уже новинка, которая, наверное, эффективна. Потому что в рамках рейдного мероприятия, хотя и здесь у нас есть результативность, но здесь нарушители тоже, честно говоря, приспосабливаются к нашим требованиям, знают наши виды транспорта, уже в лицо знают наших инспекторов. Поэтому, когда есть возможность по факту зафиксировать воочию, один в один с нарушителем, у нас такая фактура есть. Но усовершенствование технических моментов – это наши, скажем так, перспективы, это наш рост. Да, ну все модернизируется в последнее время. Вот беспилотник так прогремел у нас, очень мы все порадовались. И бывает, знаете, как часто происходит? Вот выпустили, один раз-два полетал он, ну, там кого-то обнаружили и все, и поставили опять на склад. Вот скажите, он работает или нет? Ну, вы знаете, вот это вообще передовой опыт. Мы, наверное, пошли вот по такому пути, наверное, одни из первых, наверное, в соседних регионах, которые используют вот такое взаимодействие с Федеральной службой национальной гвардии. Ну вот, конечно же, здесь методом проб и ошибок мы будем дальнейше его внедрять и совершенствовать, как бы, вот эти способы фиксации, да, с использованием беспилотных летательных аппаратов. Но, безусловно, это одно из перспективных направлений, вот. И, конечно же, мы понимаем то, что отчасти мы, как сказать, та нагрузка, которая ложится на личный состав национальной гвардии, да, она же в основном предусмотрена тем, что они обслуживают субъектов оперативно-развесной действенности. То есть, принимая во внимание как раз наши чаяния и вот в области обращения с отходами, они идут навстречу и выделяют на вот этот вот беспилотный летательный аппарат. Думаю, что в дальнейшем вопрос об эффективности его использования будет, наверное, решен в плане того, что появятся первые результаты, появится первый положительный опыт, уже на основании которого мы предпримем как бы дальнейшие выводы какие-то сделаем, да, каким образом мы его в дальнейшем можем использовать в ночное время или в каких-то других иных условиях и преимущественно к тем, как бы сказать, в той обстановке, которая сегодня существует в области обращения с отходами на территории городского округа. Понятно. Вот вы пока говорили, я подумала, что это же можно сделать попутно, то есть вот совместить задачи, вот ищут они преступника, допустим, или кого-то, ну, я не знаю, какие у них задачи, и заодно бы фиксировали свалку. Ну, может быть, это, наверное, немножко не так, наверное, пересекать мы, наверное, не имеем права по действующему законодательству, да, вот эти наши цели и задачи, да. Единственное, что мы вот у нас сегодня на какой стадии вот это взаимодействие находится, мы хотим, и как бы вот у нас есть такое желание и возможности на сегодня как бы совместить работу в комплексе, на земле с использованием видеокамеры, которую уже Андрей Сергеевич озвучил и сказал, которые будут установлены на земле. С, допустим, с параллельным наблюдением с того же беспилотного летательного аппарата. Вот такая работа, она, конечно же, дала бы свой определенный эффект, да, ну, конечно, не хотелось бы раскрывать все подробности вот этих вот наших планов, но, тем не менее, планы есть такие. Называется оперативная работа. Да, ну, очень важная, да. Летательный аппарат, который используется в Национальной гвардии, нам два месяца назад был передан, скажем так, в пользование, в дар, мобильный тоже летательный аппарат, он хоть и с менее техническими возможностями, но, скажем так, он локально смотрит, поднимается, тоже мы его используем в качестве мониторинга и фиксации правонарушения в этой части. Вот сколько бы не использовали самых совершенных и новейших методов, да, каких-то аппаратов и так далее, при том, что если останется низкий уровень культуры, основной массы населения, проблема все равно, сколько это не фиксирует, да, вот чем больше будет таких вот из-за бескультурья случаев, да, вот выброса этого мусора, то проблему-то надо не решить. Вот я хотела бы узнать у вас, ставится и с кем вы сотрудничаете в решении вот этой проблемы воспитания, культуры, работа с населением в этом направлении, вот как это решается? Здесь хотел бы сказать, что начинается все это с младенчества, и вот, скажем так, очередными шагами в этой части провели конкурс, да, как я на предыдущей передаче говорил, для старших дошкольников и младших школьников на предмет рисунков экологической направленности. Лучшие работы, их было достаточно много, мы отобрали, специальная комиссия, которая приняла решение, и лучшие работы, вот в такую книжку-раскраску вошли, скажем так, недорогое мероприятие, но я считаю, очень красивое, которое, надеюсь, оставит след и у жителей, и особенно младшего поколения. У тех, кто принял участие, да, они видят уже результат своей работы, потрудились, да, и это вошло в книгу, не всем удается выпустить свою книгу со своей картинкой. Помимо этого, у нас будут и есть баннеры, у нас есть рекламные носители на остановочных павильонах, у нас каждое мероприятие, которое сейчас в черте города проходит, идет, проходит под знаком года экологии. И еще такой аспект тоже вот в рамках культуры, только какого-то другого, наверное, направления, когда люди учатся по-другому к мусору относиться, там, собирать его раздельно, еще и так далее, вот в этом направлении. Есть тоже однозначно положительные моменты. Хотел бы немного проинформировать зрителей, что с 2011 года у нас проходит, начался эксперимент по раздельному сбору. Это первый этап. Первый этап – это установка контейнеров для сбора ПЭД, ПЭД-тары. Это пластик? Да, это пластик, да. Пластик. Скажу, что в течение двух месяцев мы получили отрицательный результат. Во-первых, там сбрасывали все, что, в принципе, и в общий контейнер шло, и очень маленькое количество было. На тот момент эксперимент, ну, скажем так, был неудачный, но все течет, все изменяется, и с 2012 года этот эксперимент превратился уже, наверное, в определенное направление. За счет средств инвесторов на контейнерных площадках устанавливаются эти контейнера сетчатые, как правило, они желтого цвета для сбора ПЭД-тары, ну, пластиковых. Ну, видно сразу все в бутылках в этих пластиковых, понятно. Динамика говорит о том, что население привыкает к раздельному сбору. Еще раз говорю, хоть это и первый этап, это там не много различных каких-то фракций, а такое ПЭД-тара. Если мы там в 2013 году, в 2012 году 55 тонн собрали, потом порядка 100 тонн, то вот в прошлом году уже 155 тонн этой тары было собрано. Не вижу ни одного отрицательного момента в этом направлении. Плюсы, сплошные плюсы. Уменьшение однозначно размещения отхода на полигонах. Это население элементарно разделяет, и я даже вижу в перспективе, что, может быть, даже какой-то финансовый потом возврат будет. Да, вот к этому надо, конечно, стремиться, потому что это мотивирует. Мотивирует, который этим занимается, потому что в основе это организации-перевозчики. Они, соответственно, меньше тратят на перевозку этих, на транспортировку этих отходов на полигон. Соответственно, меньше платежи идут за размещение отходов в бюджет. Вот эти десятки тонн, они потом идут во вторичный производство. То есть мы получаем потом изделия из этого пластика. Понятно. Один известный эколог в нашем городе говорит о том, что главное разделить пищевой мусор от непищевого, и тогда будет больше плюсов. Вот он видит в этом. Вот такие идеи уже были озвучены вам? Как вы на это смотрите? Насколько они оправданы? Ну, на самом деле, рассчитывается, и в том числе, кстати, программа, которая принята в этом году, на 17-19 годы, сделан расчет по раздельному сбору. Там первый этап планируется в школьных заведениях это провести по поручению главы. Но второй момент, и может быть, даже основной где-то, это финансовая составляющая. Нужно затраты, чтобы реализовать. Да, я говорил про раздельный сбор, что это все делается за счет средств инвесторов-перевозчиков. То есть ни копейки бюджетных средств здесь не тратится. Чтобы разделить по фракции, либо на контейнер-площадке, либо, вот как Санкт-Петербург в командировке был, увидел, как работает мусоросортировочное, мусороперевозочное предприятие, там доходит процент излечения утиренных полезных фракций до 70%. И здесь вот два, опять, варианта развития событий. Все-таки либо мы разделяем отходы на контейнер-площадке и устанавливаем там дополнительно, да, для трех-четырех фракций, там, макулатура, бумага, ПЭД, железо и стекло, допустим. Либо мы весь поток, и, кстати, мусоросортировочная станция, которая у нас работала и финансировалась за счет бюджета, компенсировалась, вернее, за счет бюджета, она работала, и там процент излечения был порядка 10%. Но, к сожалению, экономическая составляющая не позволяет на данный момент мусоросортировочную станцию эксплуатировать именно за счет компенсации бюджета. Поэтому сегодня она пока законсервирована. Ну, вот такой вот есть момент. Николай Владимирович, бытовой мусор и промышленный, это, в общем-то, абсолютно разные вещи, и санкции к нарушителям, они тоже разные. Потому что, вот одно дело, там, пакет до контейнера не донес, бросил, да, а второе дело, целое там свалило, там, щебенку или что-то там такое, асфальт. Конечно же, санкции, безусловно, разные. То есть, все это прописано в Кодексе административных правонарушений, в статье 8.2, да, за инстанционерное размещение отходов, да. Ну и плюс еще, к нарушителям по действующему законодательству применяется мера как возмещение ущерба нанесенного в окружающей среде. Вот это уже сумма гораздо более серьезная, нежели какой-то штраф, да, но штрафы, еще раз повторюсь, очень достаточно серьезные, особенно для юридических лиц, кому принадлежит вот это транспортное средство, с которого был произведен сброс, да, отходов, так скажем. Вот, и, соответственно, еще раз повторюсь, претензии, которые по возмещению ущерба тоже достаточно серьезные. Это десятки и даже сотни тысяч рублей. Здесь с профильным министерством мы эту методику два года назад начали отрабатывать. По поручению главы была создана межведомственная группа. Мы с профильным министерством сначала совместно с ними отрабатывали этот момент, делали расчет вреда нанесенной окружающей среде в результате вот нестанционерного складирования отходов. Потом по инициативе нашей были изменения в законодательстве, и теперь это право у нас, мы этот расчет делаем самостоятельно. Понятно. И еще такой аспект. Одно дело просто мусор выбросить, а второе дело, если в этом мусоре есть элементы, которые наносят вред и человеку, и окружающей среде. Вот что делать для того, чтобы минимизировать эти негативные последствия? Какие-то там батарейки, лампочки, я не знаю. Мы все слышим где-то, что это очень-очень вредно. А как это предупредить, чтобы это не было? Ну вообще класс опасности отходов подразумевается от первого до пятого. Первый наиболее опасный. Пятый, я как пример говорю, что мисцентная лампа – это первый класс опасности, потому что там ртуть. Пары ртути наиболее опасны. Пятый класс, в принципе, вообще инертный, грунт. Ну и это тоже является отходом. Что касается ртути содержащих отходов, то четыре года назад, даже уже пять лет назад, на крупных объектах потребительского рынка были установлены спецконтейнера для сбора ртути содержащих отходов. Дополнительно управляющими компаниями на своих территориях подвесных эти контейнера также закуплены. Где-то эта работа в лучшем положении делается, где-то находятся причины, чтобы этого не делать. Вот в части ртути содержащих, утилизации ртути содержащих ламп проводится такая работа. Значит, последующая транспортировка этих ламп осуществляется на территории полигона Зубчининок и Губэкология. То есть это мероприятие спланировано, считаю, что оно достаточно тоже эффективно и позволяет эффективно работать в этой части. Вот на последней прямой линии с президентом мы все ужаснулись, очень много было экологических вопросов, и действительно, вот люди живут рядом со свалками, полигонами. Скажите, в Самаре вред от полигонов у нас вот есть эта проблема? Может, мы просто не знаем, не слышим? Или все хорошо? Ну, у нас... Полигоны, которые принимают отходы у нас, к счастью, наверное, да и по законодательству, все расположены за чертой городской области Самары. У нас есть, ну, наверное, болевая точка, это, скажем так, 40-е, 50-е, 60-е годы, когда отходы захоранивались, может быть, недолжным образом. Это у нас есть такие мазутные озера, полигон Зубчининовка, и вот у нас сейчас второй год территории Красногеновского района, территория садово-дачного товариства, такое хорошее название, Нижние Дойки, где 60-е, 70-е годы промпродприятия захоранивали отходы, на сегодня там организованы работы в рамках соглашения, и здесь мы решаем проблему, как размещение плодородного слоя, грунта, который идет при строительстве стадиона, и непосредственно мы силами подрядной организации, которая эту работу осуществляет на стадионе, осуществляем, не побываясь этого слова, слово рекультивация. Сегодня там порядка 75% территории спланировано. Я надеюсь, что в этом году, вот сейчас погодные условия, к сожалению, не совсем позволяют эту работу закончить, надеюсь, что в этом году эту работу мы закончим. Николай Владимирович, частный сектор, можно к ним какие-то меры применять, вот к людям, которые не заключают договоры на вывоз мусора, а просто вот складируют где-то, выбрасывают рядом, в обрак с собой, и все. Вот как с ними работа ведется, и какие тут проблемы возникают? Ну, здесь, наверное, понимаете, одна из тоже сложных таких вот проблемных моментов, когда люди в частном секторе образуют, наверное, подчас стихийные такие свалки очаговые, когда захоранивают отходы, вот, ну, просто потому, что им так захотелось. Вышли из дома и выкинули пакет. Конечно же, как сказал Андрей Сергеевич, это речь идет о, прежде всего, воспитании наших подрастающего поколения, да, но меры воздействия какие? Соответствии, конечно, с действующим законодательством, но чаще всего это разъяснительная работа, которая ведется вот именно по частному сектору, это работа по заключению каких-то договоров на вывоз отхода, чтобы жители участвовали в этой работе, то есть осознанно заключали договора на вывоз, оборудовали какую-то контейнерную площадку. Вот просто выбросил, чем деньги платили, да, за обслуживание? Конечно, 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 все идет речь об экономии, не задумываясь о том, что завтра или послезавтра из-за средств города будут это все вывозиться, а по сути за счет средств собственных, ну, и жителей городского округа. Хотя надо отметить, что администрация городского округа за последние пять лет построена более 270 контейнерных бункерных площадок для централизованного вывоза отходов с частного сектора. Проблема только, чтобы заключить договор. Вот какая работа, как можно? Здесь два момента, получается, опять. Население, допустим, такой пример показательный, он не совсем красивый и хороший. Девятое просек, шторотворотное кольцо. У нас там единицы договоров на вывоз отходов. При том, что кто там живет, да, уровень. На той элите, которая там действительно проживает. И вот столкнуть эту гору, ну, достаточно тяжело. Это сказывается, может быть, действительно, еще, может быть, год-два-три и пройдет для того, чтобы население свою точку зрения сформировало в направлении охраны окружающей среды. Но, тем не менее, допустим, частный сектор, там, Кубышевского района, где уже десятки лет люди живут, там, ну, Зубчининовка, там более 50% договоров заключены. Да, уже работают. На сегодня, конечно, было бы большим подспорьем. Может, баннеры поставить все-таки? Вот знаете, почему-то? Я подумала, что на этих людей, они просто могут заняться своими проблемами. А так будет баннер с пути, по пути на работу, с работы еще где-то? Баннеры есть, и в качестве, как раз, в том числе и на 9-й просеке по Новосадовой. Но вот тот менталитет Infinity, который 163-163 номер, он говорит, да, у меня есть договор, он бросает, ну, хорошо, что вон их хоть в контейнер попал, и уезжает. Проверить, ну, есть определенные сложности. В дополнение хотел бы отметить, что при действии регионального оператора, который у нас спланирован в течение 2018 года появиться на территории Самарской области, там будет обязательное заключение договоров на вывоз отходов, в том числе жителей частного сектора. Да, вот, конечно, вот этот пункт обяжет, и, естественно, решится проблему. Уже четкое будет наказание по статье 82, здесь штраф от 1000 до 2 на физических лиц, и статья прямого действия за отсутствие такого документа по вывозу отходов идет прямая статья. Николай Владимирович, а вот эти суммы за штраф и количество вот оштрафованных, это все куда идет, чтобы люди понимали тоже, что вот... Ну, здесь это, безусловно, идет бюджет городского... Что это тоже какой-то эффект должен быть от этой работы, да? Это все идет в бюджет городского округа Самары, где они уже перераспределяются между районами для того, чтобы в дальнейшем проводить какую-то работу направленную на ликвидацию последствий с несанктивным размещением отходов. А много таких случаев? Часто штрафуются, обнаруживаются? Ну, редко, когда наш рейд проходит безрезультативно. В среднем, вот по рейдным мероприятиям, порядка 150-170 протоколов по году у нас именно на несанкционированном складировании отходов у нас фиксируется, по которому принимается решение в отношении нарушителей. Да, вот это хорошая цифра, да, потому что, конечно, какой-то эффект от работы должен быть. Ну, вообще, вот этот у нас буквально минутка остается, год экологии. Ваша все-таки вот основная задача, потому что год-то, так скажем, вот именно по вашему направлению, ваш год, да. Вот что хотелось бы, чтобы свершилось за этот год, к чему стремитесь? Стремимся мы к лучшему, чтобы наш город жил в благоприятных условиях. Действительно, год признан годом экологии, указан президентом, годом охраны окружающей среды и особо охраняемых территорий. В этом году у нас принята программа экологическая на 17-е, 18-е, 19-е годы. Ну, желаю... Предусловно финансирование. Да, да, вот это самое главное. Желаю, чтобы она реализовалась с хорошим эффектом и взаимодействия, и взаимопонимание с жителями и предпринимателями. Спасибо за то, что вы делаете, спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.